Отделение Российского исторического общества создадут в Вологодской области. В областную столицу прибыли члены президиума организации. В нашей студии исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. Константин Ильич, мы рады приветствовать вас в нашем городе. Добрый день. Я немного напомню, Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного императорского русского исторического общества 20 июня 2012 года. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования науки и культуры. На сегодня отделение общества работает более чем в 50 регионах страны. Теперь вы будете представлены в Вологодской области. Расскажите, как так получилось? С самого начала, с 2012 года, председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин ставил задачу таким образом. Нигде не нужно навязывать отделение из центра. Что такое отделение Российского исторического общества? Это площадка, на которой в регионе могут объединиться все организации, люди, которые занимаются историческими исследованиями, историческим просвещением, популяризацией истории. И там, где это нужно общественности, профессиональному сообществу, любителям истории, то там мы, конечно, как Российское историческое общество, как центральный такой же штаб, поддерживаем такие инициативы. И вот вступило обращение в Вологодский государственный университет, в котором сильны традиции изучения истории, исторического просвещения. Обратился с такой инициативой. И мы наблюдаем, что сразу ее поддержали многие люди, организации, которые работают в Вологде. Известны здесь это и музеи, и исторические издательства. Есть известные учителя истории, краеведы. Поэтому, конечно, я думаю, что здесь хороший потенциал для развития отделения. Сегодня состоится как раз первое заседание отделения на площадке Вологодского госуниверситета. Какие вопросы будете рассматривать прежде всего? Нам предстоит поделиться опытом, поговорить о том, как строить работу. Ну и, конечно, это первое учредительное заседание. И я думаю, что Вологодские коллеги определятся с кандидатурой председателя Совета отделения, с тем, кого они хотели бы видеть, лидером сообщества. Формально Российское историческое общество само назначает глав своих отделений. Но всегда мы следуем за инициативами, за желанием местных сообществ. И как раз через три недели, 18 июня, в Москве в Музее Победы состоится ежегодное общее собрание Российского исторического общества, которое, я уверен, эти решения по рекомендации местного отделения и примет. Ну, какие возможности предоставляет создание отделения для историков, для организаций, занимающихся изучением истории? Это, конечно, в первую очередь расширение контактов, возможность встроиться в большие общероссийские проекты, действовать по федеральной повестке, увеличивая тем самым свой потенциал. Ну и, конечно, это возможность, наоборот, какие-то местные сюжеты, которые достойны быть обсуждены, представлены на федеральном уровне, возможность продвинуть, так сказать, их дальше. Я думаю, что Володя с ее древностями, с ее таким и археологическим, и в целом историко-культурным потенциалом, здесь все возможности для этого есть. Вот как раз мы сегодня послушаем коллег, ничего не предполагая заранее, ничего не навязывая, и послушаем, какие планы, кто хотел бы чем заниматься в рамках Российского исторического общества. То есть поддержка для ученых, проведение исследований, это все будет, вступление в проекты, какие-то федеральные, выделение средств. Прежде всего, Российское историческое общество – это общественная организация, которая сильна своим брендом. Я могу сказать, что когда мы уже по прошествии нескольких лет работы Российского исторического общества размышляли о том, что же значит гриф РИО на тех или иных проектах. А проекты РИО – это проекты членов РИО, организаций, учреждения, выставки, конференции, книги. Что значит вот этот знак Менин и Пожарский? И вот нашлась хорошая формулировка – это знак качества. У нас многие интересуются историей, многие хотели бы понимать, что почитать, куда сходить, но так, чтобы это было надежно, чтобы там было качественное историческое знание, чтобы не было глупости и обмана. И вот гриф Российского исторического общества именно это и означает. Я думаю, что отделение будет широко пользоваться этими возможностями тоже. Но три года назад, в 2016 году, указом президента России по инициативе Сергея Евгеньевича Нарышкина, Российского исторического общества, был создан фонд «История Отечества», который существует, конечно, формально отдельно от Российского исторического общества, но преследует те же цели, реализует те же, по сути, задачи, обладает уже некоторыми государственными субсидиями. И большую часть этой субсидии мы распределяем, ваш покорный слуга, исполнительный директор этого фонда, Сергей Евгеньевич Нарышкин, председатель совета фонда, мы распределяем на конкурсной основе для поддержки проектов, направленных на популяризацию истории. То есть это конференции международные, всероссийские, это выставки, это участие молодежи в археологических экспедициях, книги, документальные фильмы. И здесь мы, конечно, очень рассчитываем на качественные, хорошие региональные инициативы, и поддержка регионального отделения, она важна для подвинения итогов этого конкурса, она прибавляет просто конкурсных баллов. И я должен сказать, что еще целый ряд возможностей уже по линии фонда открывается. У нас ежегодный конкурс для учителей истории, когда по итогам его 24 человека со всей страны, по три с каждого федерального округа, собираются в Москве на финальный этап конкурса, распределяются места, 8 первых мест, 8 вторых, 8 третьих по каждому федеральному округу отдельно, и победители получают очень приличные денежные премии. Мы тратим на это заметную часть государственные субсидии. Но вот Министерство просвещения Ольга Юрьевна Васильевна называет их Нобелевскими премиями для учителей истории. И мы, конечно, рассчитываем, что информация об этом конкурсе, который в этом году проходит уже четвертый раз, будет распространяться все шире и больше, хороших, интересных, инициативных учителей истории, будет принимать в нем участие, потому что опыт предыдущих трех лет проведения этих конкурсов говорит о том, что все возможные учителя из самых, казалось бы, отдаленных уголков нашей России принимают участие, побеждают, приезжают в Москву многие в первый раз. Мне кажется, это очень хороший, интересный проект получился. Сейчас в российском историческом обществе на какие вопросы больше обращают внимание, чему больше уделяют внимание, каким направлениям работы, и как это будет учитываться в работе отделений? Я бы выделил несколько направлений. Первое – это, конечно, ответ на такой запрос наших граждан, на запрос, адресованный к историкам, интерес народа к истории, как мы уже говорили, велик. И, естественно, он усиливается в связи с крупными юбилеями. И, на мой взгляд, конечно, историки должны бы на эти вопросы отвечать профессионально, потому что, если историки устранятся от этого, останутся в кабинетах, то ответят на эти вопросы другие, сколько примеров и дилетантизма, и прямых фальсификаций. Поэтому, конечно, крупные юбилеи, которые рано или поздно случаются у всех исторических событий, это важное направление нашей работы. И, конечно, этот год – это год 75-летия начала освобождения Восточной Европы, Восточной и Центральной Европы. Следующий год – год 75-летия Победы. Здесь много будет интересных и важных проектов. Много архивных документов впервые будет введено в научный оборот. Я здесь приглашаю следить за сайтом Российского исторического общества. Скоро будут появляться регулярные публикации интересных документов. Важный вопрос связан с 80-летием начала Второй мировой войны. Потому что есть общепринятая хронология. Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. И, конечно, в этой связи нужно говорить о политике Советского Союза, не вырывая ее из контекста общеевропейской, общемировой политики того времени, которая была очень сложной. И справедливо ставят вопросы наши китайские коллеги, которые говорят, что как же можно считать даты начала Второй мировой войны сентября 1939 года, когда к этому времени на Дальнем Востоке в ходе китайско-японской войны погибли уже миллионы человек. Это была другая война. Но если бы это была другая война, то когда она завершилась? То есть не 2-го или сентября 1945 года, а то, что происходило в Европе. И Мюнхенский сговор, захват судет, шлюз Австрии, венгерско-словацкое противостояние. Вот здесь есть такие серьезные вопросы, которые двигают нас, ну, не то, что, может быть, к пересмотру общепринятой хронологии, но какому-то более широкому взгляду на все эти процессы. Потому что не бывает в истории так, что вот то или иное событие, тот или иной процесс вот начались вдруг. У всего есть свои предпосылки, своя, в свою очередь, история. Вот на это, конечно, нужно обращать внимание. Об этом нужно говорить, опираясь на исторические источники, на исторические документы. Вот это очень важно. Я думаю, что вот это будет такой интересный разговор. Ну, столетия событий гражданской войны в России. Вообще, это не все знают, но историки из Академии наук, Институт российской истории, в общем, всех в этом поддержали, предложил считать годы российской революции, вот Великой Российской революции, с 1917 по 1922. Рассматривать процесс смены власти в нашей стране вот именно как процесс, не как последовательность отдельных событий, да, февральская революция, октябрьская, гражданская война, а как единый процесс, к тому, что все взаимосвязано, который начался в феврале 1917 года и завершился в 1922 году с окончанием гражданской войны на Дальнем Востоке. Вот это, конечно, тоже один из важных приоритетов российского исторического общества. Как у вас строится работа с молодежью? Много ли вообще молодежи в обществе? Естественно, молодежь – это приоритет для всех, кто занимается историей. Уверен, что и в Вологде, где отделение будет работать на базе государственного университета, будет большое внимание уделяться именно возможностям самореализации для молодых историков. Вот как раз все эти проекты, о которых мы говорим, они предполагают участие активных молодых людей, которым интересно, которым хочется развиваться, которым хочется узнавать и делать что-то новое. Но это речь идет не только о студентах, может быть, молодых ученых, кто выбрал уже свой путь в качестве историка. Мы можем говорить и совсем о маленьких детишках, потому что, например, сейчас на Красной площади через несколько дней открывается большой книжный фестиваль. Уже пятый раз он пройдет на Красной площади. У Российского исторического общества там будет свой павильон «История Отечества», в котором более 60 мероприятий пройдет. Но одновременно там будут подведены итоги конкурса поэтической декламации «История России в стихах». Дети со всей страны читали стихи русских поэтов, посвященных истории России. И, знаете, удивительно, мы не прилагали, честно говоря, таких больших усилий к продвижению этого конкурса, этого проекта, хотели попробовать. Но более 800 человек записали на видео свои выступления. Это от дошкольного возраста, от 4 лет уже до старших классов в школу, до учащихся колледжей. И вот победители, победители выступят как раз на Красной площади. Приедут люди из Ладии Востока, из Новосибирской области, вот из самых разных уголков нашей страны, из Центральной России тоже. Выступят на главной сцене, на других площадках, прочитают стихи об истории России. Конечно, ребятам это на всю жизнь запомнится. Кривейческие конкурсы, история Малой Родины тоже по линии Российского исторического общества, фонда Истории Отечества. Здесь достаточно много возможностей, и они увеличиваются со временем. Поэтому я мог бы предложить вологодской молодежи следить за деятельностью отделения, следить за деятельностью Российского исторического общества в целом, искать какие-то возможности для себя. И я уверен, что всегда интересующихся, активных, любознательных, молодых людей старшие товарищи поддержат и помогут им в жизни. А как вот, например, студенту, аспиранту стать членом общества? Надо обладать какими-то заслугами? Есть принятый порядок. Если человек хочет вступить в Российское историческое общество, а членом общества как ассоциации по законодательству могут быть как юридические, так и физические лица. Мы говорим о физических. Физическому лицу нужно получить рекомендации. Или двух таких же физических лиц, которые уже являются членами общества, или одного юридического лица, или регионального отделения. Ну, по уже сложившейся практике, я думаю, что Вологодское отделение Российского исторического общества немножко обживется, посмотрит, а может быть и не будет над этим долго думать, а сразу несет какие-то предложения. И мы вот на общем собрании, если до 18 июня какие-то предложения поступят, то мы их и на ближайшее общее собрание вынесем. Уже можно будет стать членом Российского исторического общества и ощутить тем самым вот свою принадлежность к большому, такому очень интересному, творческому сообществу людей по всей стране. Ну, всем известно, что у нашего региона тысячелетняя история. И вот буквально на той неделе в Харовском районе нашли такую вот интересную находку. Это «Дохристианский каменный идол», об этом писала газета «Красный север». Вы слышали об этом? Да, это замечательная находка. И я думаю, что обязательно она станет предметом изучения историков, средневековья, археологов. И не случайно в составе нашей небольшой делегации членов Президиума Российского исторического общества Николай Андреевич Макаров, известнейший наш археолог, вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии. Порядка 25 лет он сам, как археолог, проработал в Вологодском регионе в качестве и руководителя разных экспедиций. Поэтому я думаю, что вот как раз российское историческое общество, как большая организация, упрощает возможность вот таких контактов с крупными федеральными центрами, спрямляет, так сказать, вот эти дороги. И мы обязательно и проинформируем Николая Андреевича о том, что происходит. Я думаю, что сегодня вологодские археологи расскажут о своих занятиях. И, возможно, какие-то новые даже исследовательские проекты родятся из этого диалога. А как вы считаете, когда общество уже, отделение уже откроется у нас в Вологодской области, на какие моменты нам стоит обратить внимание прежде всего, какими вопросами заняться? Хотелось бы, чтобы в первую очередь свои приоритеты сформулировали сами вологодские историки. И здесь уже задача федеральных структур – помочь коллегам, где нужно поддержать их, может быть, подсказать, где есть в этом необходимость, какие-то механизмы. Но в любом случае, речь должна идти о популяризации истории, потому что люди, когда люди хорошо понимают, что они живут на древней земле, о которой было всякое, но которая, тем не менее, не просто сохранилась, которая развивается, у которой богатое наследие, что мы не люди без корней. Это такое социальное самочувствие. Такое понимание, конечно, улучшает. Когда мы понимаем, что всякое в нашей истории было, но всегда из всех испытаний наш народ выходил окрепшим, сохранившимся, усилившимся. Поэтому надо на разные периоды обращать внимание. И здесь я знаю, что есть много интересных проектов и музей замечательный с уникальным собранием древнерусской живописи, средневековой икон. И буквально через несколько дней, я знаю, состоится очень интересный диалог с американскими партнерами. Форт Рос. И я должен сказать, что как раз совсем недавно завершился конкурс, проходил на базе Петербургского университета под Эгейдрио для студентов. И речь шла о том, как возвращение в общественный оборот той истории, когда Россия, вмешиваясь, по сути, во внутренние дела в Великобритании, помогала Соединенным Штатам добиться независимости от Великобритании. Была отправлена Екатериной русская эскадра, которая предостерегала англичан и их французских союзников. Вмешательство в американские дела фактически дало Америке свободу. А потом уже, еще через сто лет, русское правительство, русские моряки поддержали северян в ходе гражданской войны в Соединенных Штатах, поддержали северян, которые боролись с южанами, с рабовладельцами, боролись за отмену рабства. И вот это, конечно, история замечательная, которую нужно помнить. И тогда Марк Твен сказал замечательную фразу, уж невозможно представить, что когда-нибудь Америка забудет верность этой дружбе. Разумеется, о таких страницах нашей истории нужно и самим помнить, и напоминать партнерам. Может быть, такой диалог, который произойдет в Вологде, он тоже будет и в этом направлении развиваться. Ну что ж, спасибо. Будем следить за успехами нашего отделения. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok